Русская культура С большим теплом наша международная ассоциация русских культурно-образовательных объединений Великобритании и Евролог УК привезла для вас этот небольшой подарок. Это небольшой фильм, но он уникален. У меня возникла идея сделать шаг навстречу вам, зрителям. То есть немножко выйти за пределы экрана, как вы привыкли смотреть обычное кино, с помощью оркестра. То есть оркестр это по сути наша 3D музыка, которая сегодня вышла навстречу вам. И она немного поддержит видеоряд, который будет сегодня показан на экране. Смерти нет, есть душа. Есть душа, смерти нет. Столько информации в тебе есть, и вдруг она умрет. Это неправильно, это ненормально. Люди, любящие Елену Образцову, Дмитрия Воростовского, могли бы создать свою собственную страну, где была бы только любовь. Смерти нет, есть душа. 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 Смерти нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня у нас большая премьера. Сегодня у нас необычный концерт. Сегодня мы представляем совместный проект Сочинского концерта и органического объединения, Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Международного кинофестиваля Элита. Как вы, наверное, хорошо знаете, сейчас в Сочи с 11 по 16 декабря, уже в третий раз, третий год в отряд, проходит Международный кинофестиваль Элита, организатором которого является в том числе администрация города Сочи, сенатор Совета Федерации России Арсен Коноков, а также Россотрудничество Федерального агентства, прилавок, Сотружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. В рамках специального спецпоказа сегодня в Зимнем театре большая российская премьера короткометражного документального фильма в памяти Дмитрия Хворостовского и Елены Абрасовой, режиссер фильма Павел Сару. Эти звезды российской и мировой оперной сцены не раз выступали в Сочи, выступали и здесь, на сцене Большого театра Елена Абрасовой, даже пела в сопровождении нашего филармонического оркестра народных инструментов «Русский сувенир». Поэтому сегодняшнее событие – это не только большая российская кинопремьера, но это событие особой значимости, особой важности, несущей своих особых сил. Картина Павла Сару создана компанией «Сорафильм» по заказу Международной ассоциации русских культурно-образовательных объединений «Евролог Юпей» для 9-го британского фестиваля русской песни. Мировая премьера уже состоялась, она прошла 29 апреля этого года в Лондонском катокерно-холле в сопровождении британского имперского оркестра под управлением Грэма Джонса. Ну а российскую презентацию, как вы уже поняли, будет сопровождать Сочинский симфонический оркестр, главный дирижер, лауреат премии правительства. России Олег Солданович. Ну что ж, дорогие друзья, разрешите мне начать нашу сегодняшнюю встречу, начать с официальной части и пригласить на эту сцену учредителей президента Сочинского международного кинофестиваля «Рида», заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, доктора филологических наук, лауреата международного кинофестиваля «Любовь Балакова». Также я хочу пригласить на эту сцену председателя Международной ассоциации русских культурно-образовательных объединений «Евролог ЮКей», основателя британского фестиваля русской песни в Лондоне и Лондонской школы русского языка и литературы Ольга Бравли, ваша песня, и, конечно, режиссера феналинты Павла Санова. Вы меня назвали первой, поэтому я должна начать. Для меня это настолько эмоционально сейчас, то, что будет происходить, и я просто хочу выразить от всей души благодарность вот этим двум изумительным людям, главным героям сегодняшнего вечера. Потому что, когда Ольга Брамлей предложила свой фильм для нашего международного кинофестиваля, я была очень счастлива, увидев этот фильм, а потом позже мы встретились и с Павлом Соро. И, вы знаете, вот в этом фильме, удивительно, Елена Образцова говорит одну вещь. Смерти нет, есть душа. Есть душа, смерти нет. Если есть смерть, то что же происходит с тем жизненным опытом и со всем тем, что мы забираем вот с этой духовной мощью, и вдруг никуда этого быть не может, это неправильно. Я не боюсь смерти, говорит она. А наш Сочинский международный кинофестиваль с самого первого дня существования, в 2016 году, тоже всегда проводит вечер памяти ушедших актеров, звезд не только России, но и Великобритании, поскольку у нас российско-английский кинофестиваль и также звезд, которые нас вдохновляли во всем мире, это имена, которые нас всех объединяют. Знаете, я их называю где-то ангелами, потому что люди, любящие Елену Образцову, Дмитрия Воростовского, могли бы создать свою собственную страну, где была бы только любовь. Я бы хотела, чтобы вы специально поаплодировали вот этим двум замечательным людям, Ольге и Павлу, которые предложили, сделали этот фильм, и благодаря им сегодня у нас вот этот замечательный фильм. Я всей души хочу поблагодарить Сочинский симфонический оркестр, лично хочу поблагодарить и руководство этого потрясающе красивого театра. Это настолько вот здесь изумительно, и дух потрясающий стоит. Спасибо огромное за эту поддержку Олега Солдатова. От всей души хочу поблагодарить и изумительных членов этого оркестра, которые поддерживают нас вот в этом проекте. Я благодарю. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дамы и господа. Мы очень счастливы быть в вашем теплом городе. И с большим теплом наша Международная Ассоциация Русских культурно-образовательных объединений Великобритании Евролог ЮКей привезла для вас этот небольшой подарок. Это небольшой фильм, но он уникален, как уже вам рассказали. Он был создан в преддверии 9-го фестиваля русской песни Великобритании. Изначально мы планировали с нашими партнерами, центром Елены Образцовой, создать фестиваль памяти Елены Образцовой. И неожиданно, трагично ушел Дмитрий из жизни. 22 ноября 2017 года оргкомитетом было принято решение единогласно, что мы посвятим наш следующий фестиваль и Дмитрию Хворостовскому. Нам хотелось сделать что-то особенное на открытие фестиваля. И мы обратились к талантливому режиссеру Сора с просьбой сделать небольшой фильм в память об этих двух великих звездах. Первую часть фильма мы попросили сделать с их голосами, а вторую часть предложила спеть вживую Лариса Рудакова, заслуженная артистка России, бывшая солистка Большого театра. Она предложила изумительный вокализ Глиера. Нам это очень понравилась идея. Идею поддержал королевский дирижер Британского имперского оркестра, который должен был сопровождать фестиваль Грэм Джонс. Так сложилась концепция этого фильма. И вы сегодня сможете посмотреть результат. Я хотела бы от всей души поблагодарить организаторов кинофестиваля СИФА 2018, Любу Балагову. Огромное спасибо за поддержку этой идеи. Большой поклон администрации города и Сочинскому концертно-филармоническому объединению за то, что поддержали наш проект. И дали этот замечательный театр и замечательный оркестр. Итак, наслаждайтесь, пожалуйста. Еще одно огромное спасибо и поклон Мариинскому театру, Академии молодых оперных певцов и лично Ларисе Абисалне-Гергевой, которая сегодня предоставила для вас одних из лучших молодых исполнителей. Вы услышите эти голоса великолепные. Это Антонина Весенина, солистка Мариинского театра и приглашенная солистка Большого театра. Она сегодня для вас исполнит. Глера. Это два молодых солиста Мариинского театра. Анжелика Минасова и Григорий Чернецов. Так что огромное спасибо Мариинскому театру, Ларисе Гергиевой и центрообразцовой Ирине Черновой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Радует очень много знакомых лиц, а также улыбок на лицах. Я думаю, что лучше любых слов для организатора фестиваля работают аплодисменты. Пожалуйста, можно аплодисменты для любых парадок? Имя «люба» не случайно подключается слово «любовь», потому что «любовь» вкладывает именно «любовь» в организацию этого фестиваля. Благодаря ей сегодня вы в зале, сегодня прекрасный фонармонический источнический оркестр, и вы на этой премьере. Еще раз, можно посильнее? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я только правлю. В общем, она была рядом на всех этапах, и ее помощь просто невозможно переоценить. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо Мариинскому театру, Ларисе Гергиевой. Большое спасибо Ирине Черновой, директору центра Образцовой. Это тоже, по сути, это часть команды, которая участвовала в создании этого фильма. По поводу фильма я долго говорить не буду, а я скажу только одно, что это был один из сложных фильмов, наверное, в моей жизни по монтажу. Собрать фильм было не так сложно, хотя надо было смотреть для этого примерно часов 20 материала. И здесь спасибо ведущим каналам России, РТРУ, РТ, которые посодействовали. Спасибо режиссерам, спасибо всем людям, которые помогли и пожелали остаться неназванными. Именно поэтому в конце фильма вы не увидите никаких личных титров. Там не будет ни моего имени, ни титра Ольги. Там будет просто черный экран с маленькими логотипами. Мы решили даже не указывать творческую бригаду, потому что, наверное, титры в этом случае превысили бы длительность фильма. Тем более, что это фильм памяти. Фильм в основном собирался из фрагментов, я вам даже скажу, если кто-то еще помнит, были когда-то кассеты VHS. Помните, да, которые мотали пальцами? Нет, не помните, да, которые заедали монтапонами? Вот 70% фильма, оно было собрано примерно из таких материалов. Часть из них я лично клеил специальным скотчем, потому что материалы были просто непригодны для просмотра. Когда фильм был готов, примерно ушло даже более чем полумесяца, чтобы довести его до размера экрана, который вы видите сегодня, 16 на 9. Потому что все снималось в формате 4 на 3. Режиссеры знают, о чем я говорю для зрителей песни, это квадрат, да? То есть телевидение, то, что было раньше, это квадратное телевидение. Вот весь архив был такой, и это надо было просто увеличивать фрагментарно и доводить до размера большого экрана. Поэтому извиняюсь за качество. Вы понимаете, что эти великие оперные певцы уже ушли из жизни, и переснять это невозможно. При создании этого фильма у меня возникла идея сделать шаг навстречу вам, зрителям. То есть немножко выйти за пределы экрана, как вы привыкли смотреть обычное кино, с помощью оркестра. То есть оркестр это, по сути, наша 3D-музыка, которая сегодня вышла навстречу вам. И она немного поддержит видеоряд, который будет сегодня показан на экране. Я думаю, что вы сейчас сами сможете все это увидеть, оценить. Я пояснил только единственный последний момент в фильме, который меня очень тронул и мне очень запомнился. Этот момент очень говорит о силе характера Дмитрия Хворостовского. Когда буквально за посчитанные дни до смерти он все-таки возвращается в родной Красноярск, он дает интервью, у него уже плохо действует рука, у него уже слабо контролируется речь, но он дает интервью и говорит, я все равно дам концерт на своей родине своим зрителям. То есть это уже говорит о том, что эти два великих оперных певца отдали свою жизнь до последней капли, чтобы ближе к вам, зрители, и чтобы петь для вас. Они ушли из жизни в процессе пения. Все, я все сказал, я думаю, еще раз... С одиннадцатой, вот вчера у нас кинофестиваль открылся, сегодня уже работа идет полным ходом. В Большом кинозале проходят уже просмотры полного метра, поэтому я вас всех приглашаю. Очень интересная программа. В основном это World Premiere и премьера в России. Это очень интересно и уникально. Будьте эту неделю внимательны. к Исочинскому международному кинофестивалю, кинопремии Ирида. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Думаю, что эмоциональный градус, прозвучавший выступление, уже создал то необходимое настроение, с которым все бы сегодня собрались на большую российскую премьеру. Премьеру, посвященную великим людям, великим людям искусства, великим личностям, которые никогда не покинут ни нас, не следующие поколения. Несмотря на то, что наши уважаемые гости уже выполнили часть моей работы, я, тем не менее, должен объявить, что сейчас мы с вами будем присутствовать на российской кинопремьере короткометражного и документажного фильма «Павла Аксора» в памяти Дмитрия Хворостовского и Елены Абрасовой. И я должен пригласить на эту сцену солистку Мариинского театра, приглашенную солистку Большого театра, лауреата международных конкурсов Антонину Весенину и Олегу Салданову. Время, время, время. АПЛОДИСМЕНТЫ Это наши дети. Моченьки мои сладкие. Ой, посмотри, это хорошо для кино. Всем перестали. Все, обхакали меня. Хорошо, на счастье. Субтитры сделал DimaTorzok Если ты разглядел, что тебе дано от Бога, то ты в счастье проживаешь жизнь вот в этом направлении, которое тебе дал Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Я ничего не боялся никогда, поэтому я отдаю людям все, что у меня есть. Пусть прежде всех поможет Господь всем дальним странникам, всем больным. Я обязан был дать концерт. Я думаю, что я не опущу забрал. Знать не можешь, в доли своей. Может, крылья сложишь посреди стены. У меня всегда был крест, который бабушка мне надела. И когда ко мне приставали и говорили, что надо снять крест, я сказала нет. Я говорю, а вы яички на Пасху красите? Они говорят, красят. Я говорю, а я ношу крест. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для певца и для музыканта необходимо очень много страдать, потому что страдания углубляют душу человека, потому что ты начинаешь разбираться во многих вещах уже с точки зрения того, что ты прожила это все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что я абсолютно уверена, что мы не умираем, что душа наша не умирает. Ну, шкурка умирает, а душа не умирает. Потому что, конечно, если прожить жизнь, столько узнать, столько впитать в себя, столько информации в тебе есть, и вдруг она умрет. Это неправильно, это ненормально. Субтитры сделал DimaTorzok Я всегда говорю, лучше сначала умереть, потом закончить петь. Музыка всегда была отличительной стороной русской культуры, русского народа. И сегодняшний конкурс этому подтверждение. Я желаю успеха и удачи участникам этого конкурса, а вам, соответственно, получить удовольствие. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Лена Вростуевны. ГОЛЕФИН А сейчас вы увидите, как... Продолжение следует... 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 Ужай, уже на белой вселенной, Убитит ваш голубит зонор. Сладенький, просит лицеленной, Меня терзает вашу баборь, Когда мы знали, как ужасно Довится шашка юбби. Было те разы, как сейчас там Сеть волненье в крови, Шелать, запонять на столе. И за рулях ваших плод И цернизмой рыб, признанья пени, Все, все, что выразить вы мог. Начали эти злотки Дороже всех сокровищ Дороже всех сокровищ Дороже всех сокровищ Дороже всех сокровищ Так близко, так близко, близко! Вот судьба моя уж лишена, и безвознанно! Не вышло, бабушь, вы должны, я вас прошу, не оставить! Оставить, оставить, как вас оставить? Нет! Нет! Поведу ловить вас, во всём следовать за вами! Уныть, пусть, священник взгляд, Поведь, как лёдыми глазами, Вливать нам удобно, Поливать душой всё наше совершенство! Пред нами в страстных лонках завернуть! Уныть, единство, во блаженство! Вата, твоя ища моя, Оно блаженство! По небе в вашем сердце Влезти в радость и приводить! Оно блаженство! День, в вашем сердце И не выдохнуть, Пробок, красавида, соли! Ощальтесь! В ночам трамаль, В ночам ловались! О! Ах, я вас любую. 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 Ах, я вас любую.